Здравствуйте, друзья! Мы сегодня находимся в Белгород-арене на Чемпионате России по компьютерному спорту 2022 года. Только что завершился первый игровой день по StarCraft 2, и мы, собственно, беседуем с игроком-полуфиналистом Чемпионата России, с Минделем Вакка Юрием Ваюевым. Юрий, здравствуй! Здравствуйте, всем привет! Ну, смотри, завершился матч, ты играл с Янгстаром, тиммейтом своим, у вас был матч в PvP, студия аналитики предсказывала, собственно, плотное противостояние, и это сбылось, но также тебя записали фавориты. Собственно, я думаю, что многие старкрафтеры, фанаты StarCraft тоже думали, что, ну, вот, в принципе, ты явный фаворит, и, тем не менее, все-таки 2-3, и ты будешь играть завтра в матче за третье место. Как так случилось? Ну, как-то так случилось. Игры не пошли, сам виноват, можно было выигрывать, но подзакидывал немножечко игры из-за своих ошибок, ну, так оно и произошло. По нему-то рандомным матчам, где-то биллдорзеры зарешали, где-то скиллухи не хватило, где-то ошибки были просто. Самая жесткая ошибка, которую ты совершил в рамках этого БО-5? Сражение на четвертой карте, позиционка была полностью проиграна, ну, и пятая карта, когда я понимал, что там идет переход батонов, я никак на это не отреагировал, и в итоге, ну, наверное, для кого-то казалось, когда я увидел батонов, что это для меня сюрприз, я, на самом деле, понимал, что они будут, просто, ну, я не знаю, почему, брейнлакс произошел, почему они готовы с к ним. Так я, по нему, кратко понимал, что идет этот переход. Ну, Янгстар вообще молодец, как он принял это хладнокровное решение, потому что тебе фактически нужно, там, три минуты продержаться, вложить пару тысяч, там, газа, пару тысяч минералов, для того, чтобы вот получилось вот такое, а такое просто так не получается. То есть, если внезапно на тебя вылетает полпачки батонов, значит, ты что-то сделал не так. Ты не сделал разведку, ты не использовал те ресурсы, которые противник потратил на этих медленных, но весьма... сейчас очень удивится Миндель. Здравствуйте, добрый вечер. Офигеть. И все, сейчас в обратку пойдет, прям до ближайшей базы. На пятой карте, когда ты увидел батонов, да, на тот момент ты понимал, что ты прям очень сильно отстаешь, или ты считал, что еще можно вытащить эту игру? Вот когда ты вот прям эти все шесть батонов увидел, или там семь сколько-нибудь? Ну, когда я их увидел, я прекрасно понимал, что у меня отставания по игре есть, но я также понимал, что есть шанс, что если я смогу взорвать его дизов, я разберу батонов. Шесть батонов этого мало. Ну, то есть, шесть батонов это не крит масса, она землей разбирается. И, в общем-то, на это была цель, что мои дизы должны взорвать его дизов, и дальше я должен был ворваться. Ну, немножко пошло не так, а плюс, потом он уже занял позицию на четвертой локации, все перехватчики были выпущены. Когда перехватчики выпущены, я драться не могу, поэтому единственное решение, которое я мог сделать, я считаю, что я сделал правильно, это идти в размен. Но размен получился таким, как получилось. Вот один из комментаторов чемпионата, Станислав Глайт, он считает, что выиграть нельзя в принципе в пвп, играя землю против воздуха. Но если батон скапливается крит масса, то да, он абсолютно прав. То есть, крит масса батонов разбирается только с собственным батоном. Ну, а крит масса это шесть батонов или меньше? Нет, ну, штук десять. Штук десять. Понял. Тем не менее, ты, в принципе, на пятой карте навязал бой до конца, очень мощно защищался. Но не кажется ли тебе, что вот на четвертой карте тоже можно было еще побороться? Или там для тебя все было понятно? Нет, ну, когда он уже пошел в контратаку, последний, когда он писал на игре, там уже ничего нельзя было сделать. То есть, я понимал, что у меня сильно меньше по лимитам, и при этом я увидел еще наличие дестабилизаторов. Мало того, что у меня меньше по лимитам, только еще и по технологии на проигрывал. И там уже однозначно гэгэ был. Нужно было выигрывать эту карту раньше. Ну, я считаю, что на четвертой карте у меня было преимущество, я мог заканчивать своей победой. Просто я его отпустил. А конец там уже, ну, после моего налома, вот это сражение между второй и третьей базой, там уже было все понятно. Подскажи, пожалуйста, вот, ну, собственно, по итогам этого матча, ты больше собой недоволен или впечатлен Янгстаром выступлением? Ну, естественно, больше недоволен собой. Я не могу сказать, что Янгстар меня чем-то удивил, какими там суперзаготовками и так далее. То есть, он играл достаточно уверенно, спокойно, свой стандарт. Ну, я прекрасно понимал, что он в основном играет макро из тех игр, которые, по крайней мере, я у него видел там на кланварах и так далее. И, в общем-то, это макро он и играл. То есть, просто свою игру, свой стиль. Поэтому, сказать, что он меня чем-то удивил, я не могу. То есть, здесь в большей степени, мне кажется, мои ошибки меня подвели. Кто-то пустил слух о том, что Янгстар – это твой ученик. Прокомментируй, пожалуйста. Комментировать это тот, кто это слух и запустил, но если без рофлов, так сказать, то Янгстар просто, мы здесь уже пообщались, имел в виду, что он просто смотрел мои стримы, там, ютуб-каналы, какие-то брал билд-ордеры в этом плане. Как-то непосредственно какие-то там занятия и так далее у нас никогда нет. Ну, то есть, Михаил тот самый заочный студент, который приходит сразу на засчет. Возможно. Окей, обсудили сегодняшний день, давай поговорим о завтрашнем. Вот, когда ты готовился к чемпионату, чисто гипотетически, ты предполагал такой вариант, что может случиться ситуация, при которой ты играешь с экзострайкером во второй игровой день чемпионата России? Или же все-таки заготовок не было, сейчас для тебя это полная неожиданность, ты побежишь после этого интервью в клуб готовиться, собственно, готовить билды, изучать экзострайкеры и так далее, и так далее, и так далее. Или завтра ты играешь экспромты? Или же просто ты изначально знаешь, что экзострайкер собирается отыгрывать и будешь просто, ну, под него какие-то старые заготовки выкатывать? Ну, сейчас я предполагал, что я могу играть с кем угодно, с Милыковым и с экзострайкером, в общем, независимо от того, как закончится наш матч, все-таки экзострайкер мог и Милыкову победить, например, в финале, если говорить про какую-то победу и так далее. Также я в целом уверен в своем ГВП, также я прекрасно понимаю, что и как играет экзострайкер, для меня это как бы нежиданностью его стиль игры не является. Что-то конкретно сейчас сбежать уже готовить, естественно, не буду, ну, будет как будет, буду пытаться отыграть свою лучшую игру, скажем. Это интервью выйдет, собственно, после чемпионата уже 100%. Гипотетически ты можешь попробовать вангануть, что ждать от экзо, если хочешь. Если не хочешь, не надо. Не хочу. Не хочу, хорошо. Окей, такой вопрос. Собственно, ты очень мощно за год последний набрал популярность в качестве комментатора. В прошлом году ты был аналитиком на чемпионате России. Собственно, в этом году ты стал игроком и уже попробовал себя, получается, в двух ипостасе. Но об этом чуть попозже, а сейчас вот такой вопрос. Скажи, пожалуйста, как считаешь, участие в чемпионате в качестве аналитика как-то дало буст твоей медийности, популярности, число зрителей там, может быть, увеличило на стримах? Или в целом это был просто такой стендалон-ивент, который не повлиял ни на что? Мне бы сказал, что в первую очередь он дал мне опыт определенный в плане какого-то собственного развития, комментаторства и так далее. Если говорить прям про приток аудитории, то навряд ли. Говоря о платформах, сейчас супер актуальная история, потому что, ну, потому что вот. Ты попробовал себя на платформе Trovo. До этого, собственно, очень активно развивал канал на YouTube и у тебя еще есть Twitch-канал. И Good Game. И Good Game, конечно же. Конечно же, Good Game. Вот расскажи, пожалуйста, как тебе, во-первых, эта новая площадка Trovo? И, собственно, какие планы, на какие площадки у тебя сейчас есть, если это не секрет? Ну, Trovo в целом интересная. То есть она меня привлекла своей партнерской программой в первую очередь, потому что таких условий, которые она предлагает, нет ни на одной другой площадке. Но, к сожалению, они в одностороннем порядке эти условия поменяли, причем в середине прошлого месяца. Из-за чего возникли мне большие проблемы в плане набирания достаточного количества часов просмотров. Я боюсь, что эти условия могут и дальше меняться. Ну, и в любом случае, даже на самом деле, несмотря на то, что повысили значительные требования, условия стали несколько хуже, чем то, на что я рассчитывал, когда я туда приходил. Если брать какое-то развитие, пока что стремлю на все. Но, наверное, буду выбирать между какими-то площадками для того, чтобы аудитория очень сильно не распылялась по большому количеству плееров разных. И, наверное, от каких-то, ну, как минимум от одного надо будет какого-то отказываться. Может быть, даже от двух, стать стримером одного или двух площадок всего лишь. Какие это будут площадки, я пока не знаю. Но об этом надо отдельно думать, потому что у каждого есть свои плюсы и свои минусы. Ну, пока как-то так. Слушай, а как тебе идея отказаться от всех площадок и уйти в TikTok? Нет. Окей. Такой вопрос. Ну, собственно, были у нас прецеденты, когда определенные товарищи пытались там тут же. Ну, не будем о подобных персонажах. Окей, плохой пример был. Хорошо, расскажи, пожалуйста. Собственно, из всех ипостасей, которые на чемпионате России еще могут ожидать Старкрафтера, ты не пробовал себя, наверное, вот именно в формате комментатора. И так далее, потому что очевидно, что если уйдут самые крупные турниры, то и мотивация играть, естественно, будет меньше. Что будет в следующем году, ничего сказать не могу. Но, наверное, комментаторам тоже было бы интересно. В целом, если там смотреть, если брать вопрос заработка, который немножко различается для игроков, для кастеров, талантов и так далее, что интереснее было, вот в этом году выступить на большой сцене или же в прошлом году это все два дня подряд комментировать? Ну, студия аналитики работает, вернее, пардон. Учитывая то, что по большому счету первый мой турнир, где я играл непосредственно на сцене, то, естественно, опыт, скажем так, впечатляющий. Все-таки аналитика, ну, она не сильно отличается от комментирования каких-то там турниров и так далее. То есть здесь, да, какой-то новый опыт определенно присутствовал, но это было похоже на то, что происходит там дома и так далее. Ну, тем более, там, студенческие лиги же иногда появлялись и так далее. Поэтому здесь сыграть первый раз на сцене, естественно, было лучше. Хорошо. Такой вопрос. Собственно, ты никогда не был фуллтайм игроком. Ты это совмещал с учебой. Потом с учебой и с работой, если я правильно помню. И сейчас, собственно, киберспорт и работа у тебя. Ты уже закончил луз. И просто вот, ну, работаешь 5-2, да? И, соответственно, ну, как-то в свободное время еще стримишь. Насколько вот тяжело со временем держать такой ритм? Одновременно и стримить часто. Вот ты пытался на трогу там выбить, соответственно, на стриме часы нужные. И еще 5-2 работать. То есть, ну, это тяжело, это выматывает или это... Ну, естественно, это выматывает. То есть, если нет вопроса того, скажем так, хватает и не хватает времени. В целом, как бы это можно совместить и это хватает. Но, естественно, когда ты приезжаешь просто работать, ты уставший, тебе немного тяжело играть в первую очередь. То есть, если ты еще как-то где-то комментировать и так далее более-менее нормально, то комментировать и играть параллельно это уже зачастую сложно. Поэтому более такие интересные, как мне кажется, и продуктивные стримы, они все-таки выходные чаще бывают. Но в целом, пока что совмещаются. Если бы, ну, то есть, скажем так, почему вот ты не являешься фултайм прогеймером? Потому что ты чувствуешь, что не будешь играть сильно лучше, если уйдешь в фултайм. Или же просто тебе это не нужно? Исключительно финансовая составляющая. То есть, если бы, грубо говоря, сцена была больше накачана деньгами, то ты бы посвятил этому все время, да? Скажем так, если бы старт-раузерская деятельность могла полностью покрыть то, что я получаю с работы, грубо говоря, и при этом это не было бы каким-то потолком, то, может быть, я бы такой вариант рассматривал. Понял, понял, понял. В принципе, собственно, это вопрос развитости цены, на мой взгляд. Поэтому я и спрашивал, то есть, на качественности денег. Возможно, это случится в будущем. Пока что мы, к сожалению, увидим, что StarCraft в этом году очень серьезно как-то трясет. Но, возможно, на StarCraft мир клином не сходится. Был еще Age of Empires. Ты, насколько я помню, в него поиграл. И, собственно, как тебе дисциплина? Почему, по-моему, ты очень быстро из него шел? Или я ошибаюсь? Я поиграл, на самом деле, мне кажется, недельку, может быть, несколько недель. Ну, во-первых, первое, это 100% провал стороны Age of Empires. Выпускать игру без ладера. Я считаю, это просто мощнейшим провалом, который может быть вообще касательно любой игры. Это был пример и Warcraft, который дарил, и Forge без ладера, и Aoe без ладера. Я вообще не понимаю, в чем проблема. Ну, сейчас запретили, может, самое время начать играть? Коды перекидываете, и все работает. Вот, это первый такой момент. Ну, на самом деле, очень сильно мотивацию так же дарил. Во-вторых, мне, честно говоря, просто не понравилось, не зашло. То есть, было такое, что, когда я помню, в свое время покупал StarCraft, я мог, грубо говоря, утром сесть, начать играть StarCraft, и потом… И следующим утром встать. Ну, не следующим утром, да, но смотришь на часы, уже вечер. Когда ты играешь в Aoe, ты сыграл несколько игр, и потом думаешь, ну, запускать ли мне следующую, уже как-то такого желания какого-то нет. Поэтому не зацепил, скажем так просто. Хотя играю, наверное, не так. Понял. Перспективные проекты. Насколько мы знаем, 9 июня будет анонс новой игры от студии Frost Giant. Это студия, в которую, ну, которую создали выходцы из Blizzard. Те самые люди, которые делали 3 Warcraft, StarCraft 2, и люди, которые, собственно, также были причастны частично еще к разработке команд Concord последних стратегий. То есть, это люди с колоссальным опытом разработки RTS. И, собственно, ну, говорят, ходят упорные слухи. И, собственно, то, как они работают с лидерами мнения именно в киберспорте, говорят нам о том, что это будет вот прямо именно направлено на киберспорт. То есть, это не какая-то сингловая стратегия, которых было много, ну, типа там Iron Harvest, там, или там DUNA недавняя. Вот говорят, что это именно будет киберспорт, ААА киберспорт проект. У тебя есть какие-то ожидания к этому проекту? Если да, вот поделись им, пожалуйста. Не могу сказать, что я что-то жду. Я надеюсь, что игра получится хорошей. Возможно, я, честно говоря, даже где-то надеюсь, что она заместит StarCraft просто в плане из-за отношения Близзардов к игре, где нет патчей, там, все застопорилось и так далее. Если действительно игра будет хорошей, над ней будет работать, я надеюсь, что именно эта игра, ну, или какая-либо другая стратегия, потому что, насколько я неизвестно, не только 4Shine делает стратегию, направленную с целью на киберспорт, скажем так, сможет выйти в топ, именно, ну, в лидеры киберспорта в плане стратегии. Ну, что, где там, как будет, не знаю, надо смотреть, играть. Опять же, вопрос зацепит, не зацепит. Игра может быть хорошая, это тот же АОЕ. Я не могу сказать, что игра плохая, да, но она не цепляет. Как цеплял Warcraft в свое время, как цеплял StarCraft в свое время. Нужно, чтобы игра именно зацепила, причем зацепила массовое количество игроков. Есть информация, да, о том, что хотят сделать так, чтобы там был достаточно низкий порог вхождения. Ну, вопрос, как это будет реализовано. Потому что низкий порог вхождения означает то, что многим юнитами будет, значит, проще управлять, что, соответственно, порождает чуть меньшего интереса. То есть, или какие-то механики будут опущены, там, в плане постройки рабочих и так далее. То есть, то, на чем стратегия действует, для того, чтобы понизить порог вхождения, значит, эти вещи нужно упрощать. Если эти вещи упрощать, то вопрос, на чем будет строиться, киберспортивность, на чем должны будут выигрывать игроки, только ли это будет какой-то микроконтроль. Опять же, низкий порог вхождения подразумевает наличие юнитов, которых проще контроли. Как это все забалансить, мне достаточно сложно увидеть. Но, опять же, как вы, и будем смотреть, отчасти надеюсь, что эта игра выстрелит, и туда как-то перейдем. Было бы неплохо. Ну, или чтобы Blizzard начали плачать саркова. Что было бы неплохо. Слушай, ну, мне кажется, ты поросишь слишком многого. Кстати, если говорить о, так, небольшая реплика, если говорить о пороге вхождения, занижающемся, то, если вспомнить, то, когда выходил StarCraft 2, там разъезжались сами рабочие после первого-второго патча, и была чуть попроще экономика. И вот люди, которые играют в первое StarCraft, они говорят, что вот это уже очень жесткое упрощение, что вот это для нубасов, там макро нету, там не надо постоянно это строиться. В итоге, во что StarCraft ушел? Больше в микроконтроль. Возможно, и, собственно, эта игра, вот как-то просто сместит акценты, но все равно игра останется сложной. Не сказал бы, на самом деле, что StarCraft больше ушел в микроконтроль, все-таки макро здесь решает значительно больше, чем микро. Но меньше, чем в первом StarCraft. Ну, возможно. Мне сложно сравнивать, потому что я первый StarCraft не играл, с WarCraft переходил в StarCraft второй. Ну, может быть, не знаю. Как по мне, изменения были хорошие. Я играл, когда рабочие не разводились, и все изменения в плане увеличения количества рабочих и так далее, они 100% хорошие. И в А2 не самая плохая кнопка, скажем так, которая была добавлена, которой в свое время-то не было. Это даже вопрос реализации, как реализовываться. Грубо говоря, какая-то игра выходила относительно недавно, ну, какая-то там альфа-версия, где там рабочие сами строятся. Мне кажется, это уже макромеханика совсем отпадает, и это уже не совсем стратегией становится. То есть это что-то... Да, ну, Форд 2 тактика. Хорошая. Похожа на туда. Хорошо. Собственно, тогда последний, наверное, блок вопросов. Расскажи, пожалуйста, ну, то есть работаешь в StarCraft, отучился, и, собственно, хобби какие? Там музыку какую слушаешь, там любишь ли кино смотреть, там, может, там, не знаю, на коньках катаешься? Да нет, какие-то хобби. Ну, понятное дело, что какие-то фильмы, когда ты осмотришь, но времени просто по сути не остается. Ты с утра на работе до вечера, вечером пришел, подрубаешь стрим. То есть по сути сейчас я фултайм-стример, если по большому счету смотреть, потому что трансляции идут каждый день, может быть, раз в неделю какой-то перерыв происходит. Поэтому временно что-то глобально еще не остается. Хорошо, ты говорил, что, собственно, ну, все меняется, не знаешь, что будет в следующем году. Если вдруг в следующем году выходит Frost Giant, а там бета, ты готов будешь сразу сыщенцу в этой дисциплине, если она будет потенциально интересна, или ты будешь как-то пытаться совмещать StarCraft с новой игрой? Во-первых, надо будет смотреть, на каком этапе я буду находиться, то есть буду ли я находиться хотя бы в такой же форме, которая сейчас, и будет ли она улучшаться. Может быть, я там спаду на 5-400 ММР, где я не буду конкурентоспособен, грубо говоря. Или там где-то больше уйду вообще в стримеры, совкомментаторство или какие-то другие игры. От этого тоже будет многое зависеть. И какие турниры будут ближайшие, например, да, потому что одно дело, когда там ближайшие турниры, там через два месяца, и ты можешь там поиграть какое-то время в другую игру, попробовать, а другое дело, когда там через неделю, и тебе отвлекаться на что-то будет крайне не хотеться. Ну, естественно, как только проект «Вооружение» выйдет, естественно, я буду в него играть, пробовать и смотреть, что да как. Понял. Собственно, на этом, наверное, интервью мы заканчиваем, поэтому приветы зрителям, родным, близким команде. Кстати, что с командой «Хасов», в которой вы и «Янгстар» состоите? Как у вас дела? Да, все неплохо. Ну, курс команды был задан еще, когда она создавалась именно в плане такой дружной семейной сферы, грубо говоря, по интересам, где там друзья играют. Никакой гиберспортивной направленности практически не было. Был эпизод, когда был подобный заход, когда в составе был там Артур, Минато, я, 6 человек нас тогда было, Джиннис, Гримрипер, еще кто-то кого-то забыл. Возможно, кто-то на меня обидел за это. Но, опять же, без каких-либо вливаний денег содержать киберспортивную команду практически невозможно. Держивать состав на протяжении длительного времени, хотя бы каких-либо. Вот, чего, соответственно, в Хасу не было. И сейчас все-таки в Хасу вернулось именно в то состояние, которое изначально и задумывалось. Именно вот здесь какие-то группировки, которые между собой общаются на войсе, играют вместе там и так далее. Вот оно. В этих группировках бывают стычки? На войсах, на ножах? Нет. Ну, я, честно говоря, не часто. На войсах. Понял. Что ж. Ну, хорошо, такой вопрос. А если, допустим, ты будешь меньше себя позиционировать как игрока, есть ли вероятность, что при этом, ну, то есть если меньше будешь времени старкафт удивлять, какова вероятность, что мы продолжим тебя видеть в качестве комментатора студии 3D-клан? Ну, тут зависит от того, насколько 3D-клан заинтересован приглашению меня в качестве комментатора. Да я думаю, что прекрасно все в этом вопросе. Нет, я говорю, что если я буду меньше уделять время как игрок, то это значит, скорее всего, больше будет каких-то стримов, кастов и так далее. То есть именно развитие комментаторской деятельности. Поэтому, наоборот, количество эфиров на 3D может быть даже увеличится. Ну, конечно, хорошо. Друзья, ну, собственно, ждем Минделя в будущих эфирах 3D-клана. А сейчас, собственно, мы завершаем интервью. Юрий, передай приветы зрителям, фанатам, близким, ну и команде. Да, спасибо всем, кто смотрел, смотрит, болел за меня на этом турнире. Учитывая, что он уже в интервью выйдет уже после. Вы, наверное, знаете результат, я еще не знаю до конца. Заходите на стримы, всех буду ждать. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok